Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. И сегодня 1 июля. И я вам предоставляю отчет за полугодие по нашему любимому приюту. Я надеюсь, что вы, как и я, заинтересованы в том, чтобы понять, как развивается наш приют. Тем более, что я вижу, как вы поддерживаете это все комментариями, просмотрами и даже благотворительностью. У меня новости хорошие. Начну я с того, что у нас на приюте увеличилось количество мужчин. Последний раз, когда я смотрел, это было, наверное, полгода назад, как раз их было 23%. А теперь мы видим, что мужчин стало 28%, женщин 71%. И это очень хороший для меня показатель, поскольку мужчин к возрасту, который у нас с вами основной в нашем канале, в нашем приюте, это 55-64%. К этому возрасту у нас не доживает 60% мужчин вообще в стране. То есть их и должно быть в два раза меньше, чем на самом деле. Но здесь немножечко не в два раза вроде как бы поменьше. Но сами понимаете, что мужчины к этому возрасту и на канале, где какой-то батюшка в какой-то оранжевой шапочке, в общем-то и не очень-то склонны ходить. Те, кто ходят, часто грубят. Но я рад, что они все-таки имеются. Тем более, что это показатель подписчиков. То есть это те, кто пришел к нам надолго и смотрит канал постоянно. Из них, я знаю, увеличилось количество монахов. Есть священники. Ну, в общем, тех, кто заинтересован в серьезном понимании жизни, в том числе и с мужской стороны. Я надеюсь, что мы их удовлетворяем, поскольку это действительно канал общий. И я рассказываю и как мужчинам, и как женщинам жить. Возраст. В возрасте тоже интересные тенденции, потому что увеличилось количество 35-44. Для меня тоже очень хороший показатель, поскольку это уже люди, приходящие в сознание и задумывающиеся, как же они живут. Потому что 25-34 у нас сейчас считается молодой возраст. Они еще... Причем возраст созревания девушек сейчас в международном, как говорится, масштабе считается 28 лет. А мужчин как раз 35 лет. То вот этот возраст молодой, но интересно, что он есть. Интересно, что он есть. Но вот то, что вот этот повысился возраст, для меня очень хороший показатель. Ну и уж совсем хороший показатель возраст 45-54. Здесь уже у вас есть дети, у кого-то уже появились внуки. И здесь уж точно нужно задуматься, как вы живете. Ну и возраст 65 и старше 18%. Это удивительно, что даже в этом возрасте приходят и смотрят то же самое, что и смотрят те, кто в 35-44 смотрят. Так что, дорогие мои, это меня очень радует. Тем более, что когда мы посмотрим длительность просмотра, то мы увидим, что она почти одинаковая. Что вот 13-17 смотрят 6,5 минут. Что 35-44 смотрят 6,55. То есть это практически одинаковое время просмотра. Ну и, тем не менее, действительно радует, что те, кто 65 и старше, досматривают почти до конца. Почти 8 минут. Это средний. Понятно, что это средний. Это ясно, что у меня все ролики примерно в среднем 15 минут. То есть это половина. Но я надеюсь, что вы как раз из того, что посмотрели, и осознали главное. Причем, когда я пишу ролик, я понимаю, что вот это время просмотра главное. И всегда стараюсь вначале как-то внести то, что хочется сказать сразу. А потом уже и все остальное добавить. И вот это очень интересная глава. У нас местоположение тех, кто у нас смотрит. И я по-прежнему могу констатировать, что основной просмотр, конечно, Россия. Вы сами это видите. 67,3%. И время просмотра у россиян 7,43. Достаточно приличное. Но, скажем так, не самое длительное время. И мне вам интересно показать, а кто же дольше всего смотрит наш канал. И мы начинаем спускаться вниз. И видим, что, например, 8 минут 45 секунд смотрят зрители Соединенных Штатов. То есть, на целую минуту они терпеливее, чем россияне. И им на целую минуту интереснее быть на нашем канале. Но, двигаемся дальше. А тут, смотрите, Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, Латвия, Молдова, Литва, Эстония смотрит. Вот, Италия. Причем, видите, это не последние места в рейтинге в количестве просмотров. Италия, кстати, неплохо смотрит. 7 минут 59 секунд. Вот. И достаточно большое количество просмотров. Грузия, Киргизия, Узбекистан, Израиль. А вот, смотри... А кто? Грузия очень коротко смотрит. Раз, раз. Но Грузия смотрела, когда мы в Абхазии были. Приходили, ругались. И так... Я так понимаю, что им неинтересно было про Абхазию. Азербайджан немного смотрит. 6,8. А я про Азербайджан ничего и не говорил никогда. Нет, я рассказывал, как мы были в Азербайджане. Может, это как-то тронуло. Канада. Хорошо смотрит Канада. 9 минут 28 секунд. Это больше, чем россияне на 2 минуты смотрят. В Великобритании тоже больше, чем россияне смотрят на минуту с лишним. Чехословакия, Франция, Греция. Что мы... Финляндия неплохо смотрит. Нидерланды не очень. Турция не очень. О, меньше всех. Индия меньше всех смотрит. 36 секунд. Случайно, наверное, зашли 305 человек из Индии. И 36 секунд. Надо что-нибудь мне про Индию рассказать. У меня ведь много есть рассказов про Индию. Я хэштеги не ставлю никогда Индию. А, найти-то невозможно. Когда я там про веды рассказываю, про славян, про ариев. Я же затрагиваю Индию. Никаких хэштегов и никаких этих не обозначаю. Они просто не могут этого найти. Словакия, Кипр, Швеция неплохо смотрят. Таджикистан плохо смотрит. Минуту 44. А мы Таджикистан и не имеем в виду никогда. Бельгия неплохо. Австрия. Австрия. Австралия. Глядите. Австрия смотрит 5.30. А Австралия 8.19. В Австралии интереснее. Но вот кто меня порадовал. Мальта. Мальта. 12 минут 38 секунд. Я не знаю, кто там живет на Мальте и что там такого. Почему люди там такие любопытные, интересующиеся, желающие такие развития. Но мальтийцы меня порадовали. Дания. Я пробегаю, пробегаю. Видите, Швейцария, Ирландия, Арабские Эмираты. Три минуты почти смотрят. В Венгрии хорошо смотрят. 10 минут. Португалия 11 минут. Здорово. Ну и вот Корея. 13 минут 29 секунд. То есть 13,5 минут. Практически в два раза больше, чем россияне. Смотрят корейцы. Вот это меня очень удивило, что у них такой интерес. Здесь же я вам могу показать, как вот то, что я вам показывал. Интересная такая статистика, которая, вот посмотрите, идет с 1 января. И вы видите, где график основных посмотров. Вот до какой высоты поднимаются все эти горы. Тут настоящий Кавказ со всеми пиками и Эльбрусами. И вот, я же говорю, как любопытно получается так, что мы 10 апреля появляемся в Абхазии. А вот 11 апреля. А вот 17 апреля. И все. И дальше равнина, 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 равнина. При этом количество роликов не просто не уменьшилось, а вполне увеличилось. И сами понимаете, что это не может быть случайно. А это вот вернулись. Вот 8 числа мы возвращаемся с матушкой. Вот мы 10 в пистяках. Ну и смотрите, что начинает происходить. То есть вот опять начинается рост просмотров. И это вот, к сожалению, я должен констатировать, что это не от меня зависит. Все-таки вот это просто так не бывает. Просто так не бывает. Надеюсь, что вот то, что с нами происходит, кто-то понимает, что таким образом они не мне там, скажем, делают нехорошо, а 180 тысячам людей, которые хотели бы, чтобы канал развивался, и то, что на нем есть, было для многих полезно и интересно. Поскольку я не единственный, кто это. Вот так. Что тут еще? Какие видео самые главные? Ну ладно, это уж ничего такого из себя не представляет. Самое главное идет видео про «Куда уходит душа животных». Это несколько месяцев оно возглавляет этот рейтинг. Что еще? Ну, в общем-то, давайте, наверное, на этом остановимся. И так уже 14 минут. И я вас еще раз поблагодарю за участие на канале. Еще раз говорю, что поддержка канала – дело благое. Вы сами видите, что мы все это делаем не просто так, а с пользой для всех остальных. И все остальные – вот они. Вот они в графиках. Здесь выбраны не все страны, которые смотрят, а всего там, по-моему, 140. Ну, в общем, много какая-то. Это вот выборка на 20, наверное, или 30. Там есть еще больше. И я еще раз вас хочу, как говорится, убедить, что это и ваше участие. И ваше участие дает пользу людям в Чехии, Франции, Нидерландах, даже в Арабских Эмиратах. Ну, а больше всего, получается, в Республике Корея. Я, кстати, не понял, какая Республика – Южная Корея или Северная Корея. Вот это интересный вопрос. Но это надо как-то, видать, специально смотреть, что это за Корея. Вот так. Благодарю вас. Здоровья вам всем. Радости. Ну, и жду всех на канале. И жду поддержки канала всеми вами. Здоровья всем. Радости. Аминь. Аминь.